Всем привет! Вы на канале Эс-Страшилки. И в связи с недавно вышедшими видео, где говорилось о том, что у Настя может быть суперсила, сегодня у нас теория именно про неё. Тайны семьи Майер. Эпизод 3. Что скрывает Настя? Несмотря на то, что Настя это один из основных персонажей, знаем мы о ней достаточно немного. Но при этом я думаю, что она гораздо загадочнее и интереснее, чем Соня. Помните, кто в принципе пробивал Соню на вызов разных духов? Всё правильно, Настя. Зачем ей это было нужно? У неё был какой-то тайный план, и ей просто хотелось позабавиться. Давайте вспомним хотя бы случай с пиковой дамой, когда Настя предложила Соне вызов пиковую даму, когда они играли в правду или действие. Именно из-за того, что Соня начала вызывать пиковую даму, она попала в зазерканье. Именно из-за того, что Соня попала в зазерканье, оттуда смогла выбраться Полина, её оттуда вывел король пик. А ещё надо бы вспомнить, что в одной из давних-давних серий, где Соне звонила она же только из будущего, Настя вызывала ночью какого-то духа, который в итоге превратился в Вселенную в кошмар. Выходит, что большинство проблем у Сони именно из-за Настей, и именно с ней связано большинство духов, которые ходят за Соней. Давайте также вспомним, что именно в Настиной доме есть загадочный чердак, откуда она принесла коробку с вещами Якоба Ангелина Майер, где была кукла Тиффани, много колдовских вещей и Морфеус, которые в итоге оказались принадлежащими волнах. А помните маму Насте, Аню, вроде её так зовут? Именно она подружилась с Амалией, у которой, вероятно, была суперсила. Об этом я рассказывал в своей предыдущей серии, ссылку на неё я оставлю в описании. Так вот, мама Насте дружила с Амалией, у которой, возможно, была суперсила. И вообще Амалия достаточно загадочный человек. А ещё мамой Насте интересовалась историей Полины Майер, которая как раз и попала в Зазеркальди тогда. Поскольку мы можем предполагать, у Полины тоже могли быть какие-то магические способности, ведь и Морфеус какое-то время принадлежал ей. Получается, она боролась с волак, так как именно она закопала её книгу и заколдовала её на свои крови. Так что не только у Насте, но и её мама много загадок. А теперь вспомним о графе Дракула, который появился в последних сериях, который украл клоун с Азуритом у Сони. Насколько мы знаем, граф Дракула – это один из самых известных вампиров. А Насте, загадав однажды в шкатулку Грэйни стать вампиром, действительно им стало. И какое-то время была вампиром. В итоге получается, что вампиры каким-то образом могут быть связаны со способностями Насте. Также, я думаю, что и у её мамы могли быть какие-то суперсилы, либо они сразу передались Насте. Имя Анастасия – женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка означает «возвращение к жизни», «воскресение», «воскрешие», «возрождённое» и «бессмертное». Интересное значение имени, не правда ли? Ведь если следовать ему, то Насте может быть кем-то переродившимся. Например, Ангелине Майер, которая умерла в 17 лет. Об Ангелине Майер никто из семьи Сони особенно говорить не хочет. Но мы знаем, что у неё были какие-то магические способности, и она колдовала. Возможно, эти способности передались Насте, А ещё, как будто ни было, Сони и Настя похожи именно по сценарию. То есть, они вообще как две капли воды. Возможно, что Настя – это какой-то двойник Сони из параллельной вселенной, ещё так же, как и Анжелика, и Амалия, и Полита. Да, согласна, это немного бредовые теории, но их тоже следует принять к сведению. Вообще, тема двойников очень интересная. Я даже иногда задумывалась, что если у меня действительно есть какой-то злой двойник? Конечно, у тебя есть свой двойник. У каждого из вас есть свой, да и свой двойник. Ну, а это я, пожалуй, и возьму. Для своих целей. Спасибо за просмотр. Как думаете, что будем дальше? Давайте наберём в подобном видео 50 лайков, чтобы в эстерею вышло продолжение. И до встречи на канале С-Страшу.